Большинство работ на выставках художников меняются, но одна остается постоянной, в какой бы город они не поехали. Это портрет мальчика, имя которого Пазарх. Пазарх — это собирательный портрет и одновременно название семи художников из Грузии, Латвии, России. Это слово никак не переводится и ничего не означает. Много лет назад оно просто приснилось руководителю Творческого Союза. Художники говорят, что Пазарх — их ангел-хранитель, а его портрет — талисман. Работы художников разнообразны. Они пишут маслом и сухой пастелью, вышивают по ткани и вырезают из дерева. При этом часто используют драгоценные камни. Говорят, в каждом произведении скрыта загадка и тайна, которую человек должен открыть для себя сам. В картинах, в работах, в Пазарх очень много глубинной любви к жизни. Когда они передъявляют не совсем себя, хотя это происходит, а то, что через них говорит. У них нет определенного стиля. Единственное выражение «я так чувствую». Образы снятся, рождаются в голове или ассоциируются с местом или событием. А руки уже сами тянутся к предмету, которое выразит чувство. Причем практически все работы создаются без эскиза. Это тот случай, когда рука идет за Творцом и внутренний монолог отображается в образах. Ну, на своей в основном. Потому что можно жить на чужих вопросах, но это чужие вопросы. Если у тебя, у самого не горит внутри, так как бы нечестно. Художники называют себя посредниками между зрителями и природой, а свое творчество – медитацией. Но о своих работах говорят немного, считая, что произведение в силах сделать это за них. У каждого предмета здесь есть свое звучание, свой смысл, свое послание определенное. Ну, я так вижу. Одна из особенностей выставки – в названиях картин. Большинство из них представлены некими аннотациями, которые больше похожи на философские размышления. Мы решили вообще не давать название картинам. Пусть каждый придумывает или видит все это сам, определяет зритель. Еще одна особенность в том, что все произведения на выставке можно трогать руками. Художники говорят, что прикоснувшись к работам, нужно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Проверить на себе гипотезу может любой желающий. Выставка продлится до 9 февраля. А сразу после нее центр «Эрмитаж Владивосток» закроют на ремонт. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.